Татьяна Космынина озвучила погоду в Рио-де-Жанейро, а мы перенесемся в Братиславу, потому что в конце минувшей недели именно там закончился чемпионат Европы по фигурному катанию. И Эстонию представляли на этом чемпионате два спортсмена. Даниил Жураф сошел с дистанции после короткой программы и занял итоговое 28 место, а Хиллери Хелвин прошла весь путь до конца и стала 19. Об итогах этого чемпионата мы будем сегодня говорить с тренером Хелен Анной Леванди. Доброе утро, Анна. Доброе утро. Доброе утро. Два места, 19 и 28, они не в первой десятке. Вы таким результатом удовлетворены или все-таки проматываете выступление и думаете, что можно было бы сделать лучше? Конечно, если мы смотрим на цифры, они, конечно, не могут никого удовлетворять. Должны быть очень низкие амбиции, чтобы эти цифры удовлетворять. Но мы смотрим на ситуацию, и мы должны быть удовлетворены. Даниил выступал первый раз. Мужское одиночное катание, конечно, на очень высоком уровне находится. И в Европе про мир я вообще не говорю. Откатал он свою программу чисто. То есть он своим выступлением должен быть довольным. То есть тренер должен сделать выводы, что если есть желание попасть в финал в дальнейшем, то сложность программы, конечно, должна быть намного больше. Что касается Хиллери, то я довольна ее выступлением. Ей была поставлена основная задача прокатать обе программы чисто. Совсем чисто она их не прокатала, но это были лучших два проката сезона. И результаты ее на 10 мест лучше, чем в прошлом году. То есть если она каждый раз по 10 мест будет у нас улучшать результаты, то это будет совсем неплохо. А такое возможно? Возможно. Я не вижу ничего нереального. Скажем, по технической оценке в произвольной программе она была 12-я. Но в 2014 году Елена Глебова, тоже ваша подопечная, заняла очень почетное место, выдающиеся результаты, заняла седьмое место. То есть возможно ли, что Хиллери тоже дойдет и повторит? Абсолютно. Я не вижу в этом ничего нереального. Просто нужно идти и нужно верить в это. И дать веру спортсмену, не сомневаться в этом. У нас слишком спортсмены сами сомневаются в себе, они не думают, что это реально. Это реально. В Европе это реально. Вы заговорили о том, что это были два лучших проката сезона для Хиллери. Говорит ли это о том, что она и подошла к этому этапу в Братиславе в лучшей физической форме? Да, конечно. Мы поэтапно шли, шли, шли. Каждый старт улучшала свои результаты, форма стабилизировалась, ее психологическое состояние улучшалось, что было ее наиболее слабой в ее подготовке. Я считаю, что только дальше и дальше. То есть уже запланированы следующие старты. К сожалению, чуть-чуть нам не хватило для того, чтобы выполнить критерии на чемпионат мира. Это в короткой программе не хватило 0,55 балла, а в произвольной и того меньше. 0,29 балла не хватило для того, чтобы выполнить критерии на чемпионат мира. Но у нас впереди... Это же обидно должно быть. Обидно, но это тоже о чем-то говорит. Значит, не готово. Значит, еще не совсем она на том уровне, чтобы выступать на чемпионате мира. Как я еще раз говорю, запланированы следующие старты, где еще есть возможность выполнить эти критерии. Будем стремиться. Сколько стартов таких запланировано, чтобы их успеть выполнить? Еще возможность два таких старта пройти. Так что будем надеяться. Это единственный шанс у Хеллери пройти чемпионат мира? Или другие спортсмены тоже претендуют на это? Другие спортсмены тоже претендуют на это. Все сейчас за эту путевку борются, потому что ни одной спортсменки или спортсмена Эстонии пока сейчас нет набранных баллов на чемпионат мира. Так что в этой охоте участвуют все. Интрига. Интрига, да. В начале нашего разговора вы отметили, что программа Даниила могла бы быть сложнее. Что вы имели в виду? Она должна быть сложнее, если он хочет попасть в финал. Но сложность элементов. То есть не те элементы, которые у него стоят в программе. Они для женского одиночного катания хороши, может быть. Может быть. И то уже на грани, скажем. А для мужского одиночного катания, конечно, необходим каскад из двух тройных прыжков. Ну и может быть, да, пока еще тройной лодца с шагов еще пока было бы достаточно. Хотя ребята уже с тремя с половиной оборотами. Но про лучших я не говорю. Там два четверных прыгается уже в короткой программе. То есть, конечно, мужское одиночное катание семимильными шагами убежало вперед. Что не хватает спортсменов для того, чтобы выполнять такие сложные элементы? Уверенности в себе, физической подготовки. Вот что им нужно для того, чтобы действительно освоить это? Тренер, может быть, не решается вставлять их в программу? Нет, для того, чтобы вставлять программу, их надо уметь. Их надо учить. Данил, конечно, молодой еще спортсмен, 17 лет. То есть, если он это хочет, то у него все впереди. Так же, как и Хиллери, несмотря на то, что возраст... Я так, правда, посмотрела, что это теперь нормальный возраст в женском одиночном катании 20+. То есть, это совершенно немного, как раньше считалось. У нас две крайности. Либо россиянки, которые 15-летние приходят и бомбят всех. Либо европейки, которые 20+, которые уже установившиеся организмы, уже все, как говорится, все бури прошли в женском организме. И они начинают более стабильно, более уверенно и женственно красиво кататься. Вот такая тенденция сейчас в женском катании. Там тоже, как говорится, ничего не поздно. У нас в планах тоже стоит выучить каскад из двух тройных прыжков. Но это планы будущего. В этом сезоне нужно сделать свои задачи, выполнить и идти дальше. Но 20+, это 21 и 29. То есть, это все равно большая разница. Когда-то Мария Бутерская в 29 лет выиграла чемпионат мира. То есть, девочки выглядят так, что никогда в жизни не скажешь им 18 или им 28. То есть, физическая форма может быть прекрасной именно в этом возрасте. Прекрасная. Она самая лучшая физическая форма именно в этом возрасте. Очень хорошая физическая форма. То, что я могу сказать, в таком возрасте. Я даже для меня, в принципе, такая неожиданность. А главное, что она стабильная. Она не прыгает, как у подростков, туда-сюда. Вы заговорили о планах на далекое будущее. А на ближайшее, если говорить, вот сейчас закончилась Братислава, для Хейлери, какие они? Ну вот ближайшее будущее, это планы прокатать две свои программы чисто. И, конечно, набрать пункты на чемпионат мира. И подготовиться достойно к чемпионату мира. Это был бы идеальный вариант этого сезона. Где состоятся эти программы, которые нужно прокатать? И напомните, когда будет чемпионат мира. Ну, первый старт это в Вене в конце февраля, последние выходные февраля. Если она там выполняет, на этом эта охота заканчивается. То есть дальше. И второй шанс это в Венгрии, Будапеште еще через неделю. После этого все списки закрываются. И кто прошел, тот прошел. Кто не прошел, будет готовиться к следующему сезону. Чемпионат мира будет проходить в Бостоне в последние выходные марта. Анна Ливанзе, тренер по фигурному катанию, была у нас сегодня в гостях. Удачи вам и вашим подопечным на следующих этапах. А сейчас мы прервемся на музыкальную паузу и продолжим утренний эфир. Спасибо.